Остань, воробушка. Ой, туфлю потеряла из-за тебя. Здравствуйте, я Лариса Бузеева в эфире. Давай поженимся. Девчонки, привет. Я видела сейчас жениха. Спортсмен. Рост метра четыре. Да и невесты у нас сегодня все как на подбор. Смотрите, танцовщица Жанна, баскетболистка Надежда и фигуристка Ксения. Давайте сначала с женихом познакомимся. Здравствуйте, я добился успеха в спорте и хочу добиться успеха в личной жизни. Поэтому я сюда и пришел. Со мной сегодня мой друг Андрей. Филипп. 25 лет. В отношениях каждый раз вставал перед выбором – любовь или карьера. Всегда выбирал карьеру и горевал по ушедшей любви. Филипп – начальник отдела продаж в рекламном агентстве. Кандидат в мастера спорта по баскетболу. Любит читать и путешествовать. Мечтает написать книгу о себе и признается, что он очень упрямый. Филипп и не привлекают гламурные девушки с лишним весом. Женится на длинноволосой спортсменке, которая будет разделять его интересы и радовать глаз розовым платьем. Вот скажите, кто сейчас, сидя у экранов телевизора, поверит, что вот такой красавец, высоченный, спортсмен, работающий и без девушки? Так где же его встретится, Ларис? Ну как где? Он в пионерском лагере, а он еще тренироваться начал в 13 лет. Сейчас расскажет. Мы с ним пока пошептались там за кулисами. Да, это было на спортивных сборах. Мы там тренировались и на дискотеке вечером мы познакомились. Только озвучьте, сколько ей было лет? Ей было 16 на тот момент, то есть она была постарше. Да не постарше, это чтобы она была девушкой, а ребенок. Просто пропасть. Слушай, ну хорошенькие вообще слов нет. Выслоки как раз. Все, берем? Милаш. Мы с ней отлично провели время на дискотеке. Чего плохого не научил? Целоваться. В темных аллеях целовались. Ну да, потом мы пошли прогуляться по парку и там произошел наш первый поцелуй. И я понял, что это... Но она научила? ...девушка на всю жизнь, как я тогда думал. Я думаю, в 13 лет в засос поцеловать ребенка. Там, помните, кто будет на всю жизнь? Ну да, тогда чувства прям полухали. Ой, мамка думала, дурак ты дурак, Филя. Для чего я тебе в спорт отдавала? Молодец, он опытный. Но! Подойдет. Все как я люблю. Филипп, я понимаю, для чего она вам была нужна, взрослая 16-летняя девушка. Вы ей на кой сдались? Ну, ее тогда не волновал возраст. Она почувствовала какие-то чувства ко мне в том возрасте. Слушайте, а какой у вас был рост? Я вот думаю, может быть, это рост всему объяснению? Нет, то есть уже рост всему объяснению, это понятно. В то время уже рост был где-то метр девяносто восемь. То есть я быстро вырос. Она просто спутала. Нет, ну а когда... Это понятно, когда целуешься там возраст, в общем-то, в темной аллее неразречим. Но когда ты начинаешь общаться в сетях, по телефону, понятно, что он говорит, ой, я сейчас в киношку сходил там, на мультики. Но ребенок, но ребенок, 13 лет, это еще дитя детем. Особенно мальчик. Ну, я, наверное, выглядел старше, потому что я был очень высокий. Да нет, старше вы выглядели, а мозги-то все равно. Ну, видимо, я ее заинтересовал. И вот когда вы первый раз-то расставались, рыдали друг у друга, да? Да, я тогда плакал, очень переживал сильно и ждал следующего года, когда я поеду в этот лагерь и писал письма постоянно. Ну, то есть такой роман был прям настоящий. И сколько лет, сколько лет он у вас продолжался? Это продлилось 4 года, 4 лета. То есть вам было 17, а ей уже 21? Да. Как ты думаешь, он готов к созданию семьи тоже? Ну, смотря на него, нет. Но судя по его опыту, мне кажется, что да. И что, прям по-взрослым все было? Да, ну, когда в последний год я приехал в этот лагерь, то уже у нас разговор такой серьезный состоялся, и я уже предложил переехать в Москву, ну, или приезжать хотя бы почаще. Замуж выйти? Ну, хотя бы пожить вместе. И она меня завала к себе. То есть к родителям бы вы, да, ее привезли? Да, я думаю, к родителям, ну, или, может быть, квартиру снял бы, но... Но она была из Белоруссии и сказала, нет. Она отказалась, да. Вырасти сначала. И я отказался ехать туда, потому что еще молодой был, ну, и не стал рисковать карьерой. А как родители вообще относились к этому роману? Они всегда меня поддерживали в этом. То есть они видели, что я чувствую, постоянно звоню, пишу. Вы благодарны родителям, честно? Да, я очень благодарен. Потому что если вы, наверное, поставили условие, выброси все из головы, думая об учебе сначала, у тебя еще будет этих... Она была баскетболистка? Нет, она волейболистка была. Ну, ой, какая разница. Если еще в волейболистах будет море. Не, ну, они говорили так, но... А говорили? Да, я по молодости. Уже как мы похожи, все родители. По молодости я говорил то, что это любовь на всю жизнь и ничего больше. А потом выяснилось, что роман с волейболисткой это Кидалова, а с баскетболисткой Попадалова. То есть вы их 25 лет действительно перезрелы. И мне кажется, и ты тоже вот такая перезрешься. И мне кажется, вам очень будет есть о чем поговорить прямо. Я поздно родилась. Следующая была баскетболистка? Нет, следующая была не баскетболистка. Следующая любовь вообще, мы так неожиданно познакомились в ночном клубе вообще. Хотя я туда не так часто хожу. От спорта в клуб. Да, и собственно мы там выпили по безалкогольному мохито и познакомились там вместе. И она оказалась кем? Кем она работала на тот момент, я к сожалению не помню, но я... Как не помните? Это что, было до революции что ли? Мохито был безалкогольный. Ну она помогала родителям. Я помню, что у нее родители, у них магазин посылал, она им помогала. И что удивительно, она тоже была старше вас. Да, она была старше меня. Ну вам это не помешало, в очередной раз потерять голову от любви? Да, на следующий день буквально мы с ней увиделись, сходили в кафе, прогулялись по парку и... Стали вместе жить? Нет, ну не сразу, она предложила неожиданно тоже на следующий день поехать на дачу и познакомиться с родителями сразу же. Правильно, а что ж такого парня-то? Что для меня стало удивлением, но я согласился и поехал. И мы отлично там провели время, я познакомился с родителями, то есть как будто бы я их знал уже давно. Еще и смелый. Ну? Мы там отлично провели время, пообщались с родителями и после этого мы уже стали очень тесно общаться и почти жить вместе. Но еще не жили, потом поехали отдохнуть вместе. В Турцию? Да, в Турцию поехали отдохнули, и она предложила там жить как бы уже в конце отдыха, да. То, что должны жить вместе. Ну, я решил попробовать, вернулись и начали жить вместе. И на сколько вы пробовали? Ну, год и семь месяцев мы были вместе, то есть жили где-то год точно. А почему разбежались? Ну, потому что постоянно у меня разъезды, переезды. Ревновало? Да не ревновало, просто хотел, чтобы я был всегда рядом. Вы как-то тяготеете с детства к тетям и к долгосрочным серьезным отношениям, что, мне кажется, не свойственно вообще пацанам. Поэтому, мне кажется, вы уже не просто созрели, а перезрели, вам давно надо жениться. Мне кажется, к 25 с такими отношениями и с багажом, с таким ему уже пора делать семью. А я хотела спросить, вот мне что-то не очень верят, что серьезные отношения. У вас холодильник кто затаривал? Да, вот в этом была проблема, да. То, что я постоянно поздно приходил домой после тренировок и никогда... Не, ну вы зарабатывали? Да, я зарабатывал. Или родители деньги давали? Нет, я зарабатывал деньги, но я, к сожалению, не был очень хозяйственным и не приносил, не покупал еду домой. И в этом была проблема, но я как бы деньги оставлял ей на продукты. Нет, 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 а вы как заработали, это не пойму, спортом вы занимались, а учились вообще? Учился тоже. Вы еще и учились? Еще должны были по магазинам ходить? Ну да, как она думала, что да. Но, к сожалению, у меня просто сил не хватало, я, конечно, заходил там иногда. А она чем занималась? Если она тоже и работала, и училась, то, ребят, ну если вы решили жить как взрослые, то должны были обязательства распределиться? Она всегда готова, то есть проблем в этом нет, всегда я приходила, всегда еда была. Нет, я имею в виду, она и работала, и училась тоже, как и вы? Да, да. И вам не стыдно? Но все равно она была посвободнее, чем я, мне кажется. Ну, Ларис, ты понимаешь, она сама инициировала это совместное проживание. Это она сказала, давай жить вместе. И девчонки бегут впереди паровоза, а потом сами несут на себе все обязанности. Мало того, они еще сами делают предложения мужчинам теперь, рожают без их ведома, а потом говорят, ой, он был такой невнимательный ко мне. Лариса вообще классная, обожаю ее. Как вы представляете себе совместную жизнь сегодня? Куда приведете? Чего бы хотелось? Ну, так и представляю, жить вместе в одной квартире. Можно даже до свадьбы попробовать и... А есть своя квартира? Да, есть квартира в Москве, да. А попробовать что? Ну, попробовать пожить... Кто будет холодильник задаривать? Пожить вместе, да, попробовать. А что вот пробовать? Вот вы завтракаете с утра? Нет. Нет? Значит, и невеста нужна вам, жена будущая, чтобы не завтракала. Понимаете? А ужинаете вы когда, чем? Ужинаю, ну, часов в семь. О, а потом не идите по делу. Ужас, если бы я уже себе по режиму питания находила. Нет, ну пожить-то зачем? Можно спросить, что там проверять-то? А на секс проверять, что там сложно в этом сексе-то? Разберутся по делу. Нет, а все остальное. А что остальное? Все из нюансов. Ну что ты, столько нюансов в совместной жизни. Нет, я не храплю по ночам. А размер ноги такой у вас? Хотя я не знаю, не снимал себя на видео. А зачем тебе? А тебе, он интересный? Это брокот размер ноги, скажите, 48-й. 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 На заказ подишь, Юте? Ну, кстати, ты ему вообще подходишь. То, что в розовом платье? Нет. У тебя такая красота, Юрка, я не могу. Нет, я однозначно. Филипп, у вас существует стереотип, что спортсмены и люди недалекие, потому что вам не до книжек. Максимум это, что вы в автобусе между городами разгадываете кроссворды. И то один кроссворд, человек стоит, так до конца разгадать не можете. Ну, вот развитие. Ну, это на самом деле абсолютная неправда. Вот, поэтому, чем вы увлекаетесь в свободное время? Что вы любите? Мне часто этот вопрос задают. Но я вообще люблю театры, хожу в театры, в музеи, люблю кино. Также я люблю читать книги. То есть, я же даже сам пишу книгу, поэтому... Биография? А что за книга? Биография. Ваша? Да. А кто вас надоумил? Сам. А что в ней такого интересного, что вы в 25 лет вдруг решили биографию? Ну, не знаю, но спортивная жизнь веселая, довольно-таки штука. Бурная, бурная, да. В общем, ты свою репту внесешь в эту книгу, а тебе, в общем, уже книга пишется. На самом деле, в браке, знаете, что самое сложное? А попытаться реализовать свои мечты и удовлетворить потребности, которые в семье. Ну, и детей, и жены сначала, потом детей. Вот это всегда сложно. Либо то, либо это. Вот я бы... А вы мне нравитесь, и образование у вас хорошее, мечта, автобиография, может, действительно интересная у вас автобиография. Видно, что добрый и щедрый, и не жадный. По глазам видно. Я не умею еще так читать. Слушай, детка. Детка. Вот я бы вам рекомендовала найти женщину, у которой хотя бы мечты похожие. Понимаете? По крайней мере, мешать не будет. И крылья вам не обрежет, потому что не хотелось бы. Вы такой вот солнечный даже. Хоть и высокий. А жену, кстати, высокую или маленькую? Вы маленькие, высокие люди. Ну, на самом деле, для меня рост почти непринципальный. Правильно, правильно. По силе все равно все одинаковые. Да, все правильно. О, молодец, нравится. Филипп, а как вы отношения выясняете? Ну, как отношения я выясняю? Стараюсь уладить конфликт. Я не знаю, на самом деле, если я виноват, то я стараюсь как бы извиниться, если я реально неправ. На повышенных тонах стараетесь убедить или шумно? Да нет, шлил мягкий, на самом-то деле. Мягкий, но многословный. Да, я как бы на девушку не кричу никогда. Как ты выясняешь отношения? Я очень эмоциональная. Мне кажется, мне очень легко вывести из себя. Ну, то есть, вот он вывел и все, и пошел. Он вывел, он же должен потушить. Ну, родители, наверное, жизнь положили, да, для того, чтобы вас, ну, как говорится, вывести в люди. Ну, они, конечно, да, постарались хорошо. Судя по отношению к вам, как они были деликатны, как они были внимательны к вашим первым чувствам и вообще ко всему остальному, не разочаруйте их. Я думаю, что родители определенные надежды возлагали на вас. Да. Вот поэтому десять раз подумайте, да? Да, я с вами полностью согласен. Я думаю, что у родителей еще мечта, чтобы вы развивались дальше. Вот найдите такую девушку, которая будет вместе с вами, бежать с вами в одном темпе, чтобы она вас, Гири, не привязала к семье, и чтобы вот то, к чему вы стремились, о чем мечтали вместе с родителями, не осталось мечтой. Вот ты готова с ним в одном темпе бежать? Я пока не знаю, надо узнать получше. Ну, ладно, у вас спорт объединит, мне кажется, в первую очередь. Что я? Василиса. Ну, в этом году у вас есть все шансы, во-первых, найти свою любовь, действительно серьезную. Но человек вы такой, что быстро загораетесь, и потом через какое-то время все-таки потухаете. Вам нужно, чтобы женщиной сразу вас объединял какой-то интерес неприходящий, и просто чувства такой основой быть не могут. Вам нужна женщина, которая в перспективе с вами может либо ваши интересы и хобби разделить абсолютно точно, ну и пусть ее волнует, не знаю, как сыграли ЦСКА и Бавария в очередной раз, вот тут недавно. Или пусть это будет женщина, с которой будет совместный бизнес. Я думаю, если честно, вам нужно брать ту, с которой вас будет объединять, может быть, не сейчас, через какое-то количество лет общее дело. Потому что иначе загоритесь, потухните, как сами понимаете, радости это никому не принесет. Вы сами себя знаете. Вот для того, чтобы чувства не выгорали, вам нужна такая жар-птица, которая с вами будет чем-то одним интересоваться. Я согласен, да, с вами. Потому что я считаю то, что девушка должна быть в первую очередь хорошим другом. Вот мы очень с ним похожи. Нас связывает баскетбол, нас связывают взгляды на жизнь, да, то есть я ему покажу и внешне. После рекламы невесты проявят свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай пожениться» у нас в гостях Филипп. Встречайте первую девушку. Привет. Привет. Когда я увидела твою фотографию, я потеряла дар речи. Все-таки я надеюсь, что выберешь меня. Спасибо. Жанна, 24 года. Танцовщица-хореограф, кандидат в мастера спорта по баскетболу, занимается воздушной гимнастикой и увлекается китайской культурой. Предупреждает, что дома есть только палочками и любит вещи розового цвета. Возлюбленный Жанны настаивал на том, чтобы она бросила танцевальную карьеру и избивал ее так, что она не могла выйти на сцену. Надеется, что Филипп никогда ее не обидит. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно я сначала подарю вам скромную букетику? Красивую даму. Спасибо. А вы уже были у нас? Да. Я не могу ошибаться. Вы не можете ошибаться. Молодец, подружечка моя. Отлично смотрится прямо вообще. Вы девушка необычная, вся такая красавица. У вас и фамилия, я знаю, необычная. Да, у меня очень необычная фамилия. Моя фамилия мне приснилась, как будто вот меня называют. То есть, и я знаю об этом то, что у меня фамилия такая. А фамилия звучит так, единственная. Да. По паспорту? По паспорту, да. С рождения такая фамилия? А у родителей? Нет, она не с рождения. Когда я проснулась после сна, я сказала маме, я хочу поменять фамилию. Родители, конечно, были категорически против. Они сказали, боже мой, Жанна, куда, зачем? Я сказала, нет, я уже живу самостоятельной жизнью. А как звучит старая фамилия? Старую фамилию я оставлю в секрете. Ой, наверное, какая-нибудь Пупкина, да? Нет, не Пупкина. А что, а вы все равно же, что вы что, не будете фамилию мужа брать? Почему? Буду. Если только у него будет фамилия неповторимая, и вы возьмете через декор. Единственная неповторимая. Да, она не Козлова, не Лопухова, не Ромашкина, она единственная. Жанночка, рассказывайте страсти вот эти про свою любовь. Ой, даже вспоминать тяжело, но если нужно, конечно, расскажу. Познакомились мы с ним в чате, банально все, просто встретились, и вроде как-то вот какая-то вспыхнула любовь. Буквально за неделю он переехал ко мне, перевез все свои вещи, молодой человек к ней работал, учился, и у него очень были какие-то проблемы в семье с отцом. Ну, я этого не замечала, что у него какие-то проблемы, мы все в любви, он меня любит, я его люблю, все красиво, все здорово. Тут мои друзья, родители начали замечать, что он вымогает деньги, то есть он не хочет идти работать. Он не просто вымогает, а он с удовольствием пользуется вашими, живет у вас, не работает, вы его кормите, поется. Что он вымогает? Вы ему сами все давали. Да, постепенно он начал уже просить деньги заплатить за учебу, то есть, получается, я оплачивала все. А когда вы ему предложили поработать, он сказал, нет, я учусь. Да, он сказал, учеба, это моя работа, извини, дорогая, вот у тебя работа такая, а у меня работа такая. Но при этом он же вам еще ставил условия, чтобы вы перестали танцевать, чтобы вы поменяли эту работу, то есть он вам еще и диктовал, как вам зарабатывать деньги. Да, он сказал, что меня не устраивает это, и когда у нас заходила тема о работе, то что я говорю, я там на работу, он, я не хочу это слово слышать, то есть он пытался делать всевозможные моменты. Когда он первый раз на вас поднял руку? Наверное, спустя месяца, может, 4 где-то после, как мы прожили. В какой ситуации? Ситуация была обычная, я собиралась на работу, и он сказал, что ты сильно прихорашиваешься. Я говорю, работа такая. Да, у меня работа такая, выглядит очень хорошо на сцене, я работаю для людей, чтобы им было красиво на меня смотреть. А он такой, нет, ты, наверное, там кого-то себе завела. Сейчас я тебе разукрашу так, что ты больше как бы не будешь танцевать. Ну, я тоже девочка такая, могу ответить. И что вы ему ответили, он вас разукрасил? Он меня рукой, я его сковородкой, он меня еще раз рукой, я его там телевизором, ну, то есть полетела то, что потом, как водится, буйное примирение. Да, конечно, помирились, неделю я не выходила на работу. Ну, конечно, с таким тельцем-то побитым. Он все, он доволен, да, я все там люблю. А у него тоже перелома? Ну, у него, конечно, ну, ему-то как бы не выходить на сцену. Ну, вот то, что он ее бил, конечно, это недопустимо. Раз поднял, руку поднимет еще. Но это ведь было не единожды. Это было постоянно на протяжении четырех лет. Вот я вам хочу сказать, может быть, у вас фамилия-то и единственная, но дура вы редкая. Потому что... Спасибо за комплимент, но, знаете, когда любишь человека, мне кажется, не замечаешь этого. Ну, нет, нет, дура вы не единственная. Таких, как вы, много. Но я понимаю, там два раза ударил, да? Не женатые, не работают, ничем не обязаны. Но четыре с половиной года... Жан, зачем? Можно взять. Затем, чтобы взять двойную фамилию. Единственная, многоточие, редкая. Ну, как-то мне не очень пара. Она хорошая, он хороший. Интересы разные. Надо, чтобы кто-то был плохой в паре. Скажите, Солнце, чем любите заниматься в свободное время? В свободное время, честно говоря, я люблю готовить, и я такая Соня, люблю поспать. А с какими ногтями прямо готовите, а что готовите? А с какими? Разве это длинно? Нет, ну, прилично. Длинно, хороший, просто когда готовишь, понимаете, ногти вот портятся. Так это она сейчас нахорошилась просто. А что готовите-то? Я умею готовить всё. Вот мне можно вопрос задать? Да. А какое твое любимое блюдо? Мне приходится питаться быстро, у меня нет времени готовить, я очень поздно после работы приходу. Ну, а если из такой кухни? Ну, если из кухни, ну, люблю мясо какое-нибудь по-французски вкусное. Мясо по-французски? Ролу люблю, слушаю. Она мясо... Идите мясо. И на у нее палочки одни дома, она есть все палочками. Почему? Ну что, поймает, что по кухне пользует, а она палочками перехватит. Скажите, а что это у вас бюстгальтер в шипах? Это что, мода такая? Это имидж такой. Мода, да? Они у вас металлические или резиновые? Они не пластмассовые. Пластмасс. Что вы говорите? А может завтра придет в таком же, поверьте мне. Мне интересно, можно я потрогаю? Зачем? Ну, чтоб понять, чтоб завтра пристит-то. Пожилая женщина, представляете? Еще больше брать нечем. Точно не совесть. Бюстгальтер с шипами. Хорошо. Наверное, какой-нибудь сюрприз потрясающий приготовили. А, да, я приготовила танец, и мне до этого нужно переодеться. Ой, да зачем он, красота какая. Это платье не успели рассмотреть. Ну, идите, переодевайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Фигура сумасшедшая. Самасшедшая. Ничего мама не скажет. Вот красота такая с шипами. Что-то должна сказать обязательно. Что-то должна, да? Да. Сейчас посмотрим, как она танцует. Тоже интересно попробовать. Ой. Я просто люблю танцевать. Гоу-гоу. Гоу-гоу. Так он не влезает на подиум. Гоу-гоу. Казачок? Нет, он выступает в роли шеста, и на нем девушки уже танцуют. Гоу-гоу. Сюрприз готов. Давайте смотреть. АПЛОДИСМЕНТЫ Баскетбол любит нас. Мы любим баскетбол как баскетбол как баскетбол, любит нас. Он такой сразу испугался, господи, может быть это каждый день в спальне может происходить, боже? Конечно, тут какая ответственность. Жанночка, спасибо тебе огромное, порадовало, спасибо, спасибо. Ой, как это выглядит вообще-то. Ну, сексуально, сексуально очень. Фигура отличная. Ну, надо думать для Филиппа. Надо дальше смотреть, ну, хорошая девушка. Хорошая, понравилась, девочка хорошая. Зачем с такими формами интеллект просто-напросто? Да, кому что? Я тоже со мной. Все должны быть учеными-червями, кому-то библиотека, кому-то дискотека. Одно только то, что она терпела 4,5 года. Ой, да ладно. Да потому что она неправильную фамилию взяла, ей не та фамилия приснилась. Не, на самом деле было видно, что... Жанна терпела, должна была быть деменей. Это же прекрасно, да. Он сказал, что девочка хорошая, нам понравилась. Ну, он сказать тоже вешу. Он смотрит, у него прям глаза горели настолько, я видела, да, он такой смотрит, прям не отрываясь. Вот дети, как ни странно, вот таких, как Жанна, любят больше, чем таких зануд ученых, понимаете? Поэтому мамы разные нужны, мамы разные важны, поэтому присмотритесь. Лариса, ну глаз да глаз за ней, вы, конечно, в эти командировки-то поаккуратнее. Я не думаю, кстати, что Жанна какая-то гулянка. Нет, Жанна-то нет, а... Другие? Не думаю, не думаю. Но если у человека восходящий знак льва, если он пытается себя ярко представить, это вовсе не значит, что она будет изменять с первым встречным, стоит только мужу уехать на сборы. Я абсолютно уверена в том, что вообще верность и неверность зависят не от внешнего вида человека. Да, есть люди, которые хотят себя представить ярко, есть люди, которые делают свои профессии вот такой. Есть люди, которые хотят изменять, но они никому не нужны. Вот и все, правда? Может быть. Ей нужен мужчина чуточку помягче, чем вы. Я считаю, что только с мужчиной достаточно мягким и домашним, она будет полностью счастлива. Ну, мне кажется, все, он твой. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Филипп. Встречайте вторую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Филипп. Когда ты говорил, я узнавала в твоих словах себя. Мне кажется, мы с тобой на одной волне. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите. Надежда. 24 года. Играет в женском баскетбольном клубе, снимается для модных журналов, любит читать и путешествовать. Мечтает получить олимпийскую медаль. Надежда влюбилась в чужого мужа. Так долго ждала развода, что за это время успела его разлюбить. Надеется, что Филипп – мужчина решительный. АПЛОДИСМЕНТЫ Надежда, а у вас какой рост? Без каблуков метр девяносто пять. Ребят, вам нельзя жениться, у вас сороконожки будут рождаться. Не, но зато баскетболисты могут хороше поучиться очень. Дети классные будут. Красивые будут дети, высокие. Надь, мама не говорила в детстве, что чужую нельзя трогать? Мама предупреждала меня, когда я начала свои отношения, но я начала их не осознавая того, что я делаю. Я не задумывалась о том, что... Сколько вам было лет? Мне было 19 лет. И вы не задумывались о том, что кому-то причиняете боль? Вы знаете, я не ставила с собой целью увести его или иметь вообще какие-то с ним отношения. Вам было 19 лет, а ему полтинник. 49. Да, скажите, что может связывать пожилого дядьку и юную деву? Ну, просто все началось очень необычно. Это не то, что мы там познакомились с ним где-то в обычном месте. Ну, куда необычнее. Вы сломали свою красивую ногу длинную, вот эту вот двухметровую. И он вам сказал, я ее вылечу, я ее восстановлю. Ну, все было немножко не так. У меня просто проблемы со спиной, как у профессионального спортсмена. И у меня случилось обострение. Я хромала, потому что у меня очень болела спина. Но даже от этого не стало, короче, и менее красивой. Вот, и просто мы с ним нечаянно пересеклись в зале. Он приходил к своему другу. И он говорит, что случилось? Я говорю, у меня очень болит спина. Он говорит, у меня была такая же проблема. Я тоже когда-то занимался спортом. Нет, он бывший, ну, имел отношение к спорту. Вот, и он сказал, что я до сих пор мучаюсь этим проблемами. У меня есть хорошие доктора, и я могу помочь себе. Сколько лет помогал? Пять. Пять лет помогал. Но, как в дальнейшем я поняла, это был просто умный, хитрый пиар-ход. И это была... Пиар даже. Ну, это была просто хитрость. Это была за тобой заманиловка конкретная. Потому что я никогда не ставила себе целью общаться с мужчинами, там, намного старше себя. С мужчиной, с дедушкой? Это был жизненный этап. Она его прошла и получила. Такой колоссальный опыт. Позвольте спросить, а где вы с ним встречались? У нас были необычные отношения. Не то, что мы с ним встречались каждый день. Мы с ним встречались несколько раз вообще в год. Мы встречались раз в месяц, потому что он впоследствии уехал за границу. И он больше был как мой друг, что ли, по переписке, я не знаю. Нет, вы были его просто любовницей. И когда у него было время на вас, он приезжал. Это вы, дурочка, его, наверное, ждали, да? И надеялись, что он там разведется. Но, понимаете, это сейчас уже, по прошествии столько времени, я осознаю, для чего он это делал. А тогда мне было просто вообще приятно, что он со мной общается. И он столько мне всего нового рассказывал. А где он жил? В Испании. Ну, русский, да? Он испанский был. Значит, любишь горячих парней. Хорошо, держится, молодец. Улыбается так латизарно. Мне кажется, она его сразу очаровала, просто с первого взгляда. Надюш, а что вы мечтаете сегодня в свои 24 года? Ну, это банально для каждого спортсмена. Я мечтаю все-таки завоевать олимпийскую медаль. В Лондоне у нас не очень получилось. Мы заняли четвертое место. К сожалению, остались вообще без медали. И я сделаю все от меня зависеть, чтобы в Бразилии попасть в призел. И очень хотелось бы вызывать, конечно, золото. А еще мечта какая-то личного плана, вот такая девчачья есть? Я большой фанат Бондианы. И с самого детства у меня была... Ну, не с самого детства такого, с более осознательного возраста сняться в качестве девушки Джеймса Бонда. Язык знаете? Yes, I do. Потому что это сильная девушка, девушка Джеймса Бонда. Это идеальная роль для нее. А профессиональная карьера до каких? Ну, пока ты не развалишься. Нет, нет, я имею в виду, вы замуж собрались. Мне хочется, чтобы вы сегодня вместе ушли. Я, правда, не видела третью девушку. Но как-то мое сердце подсказывает, что у вас может все сложиться. А вы, Филипп, как думаете? Я тоже так считаю. У нас, на самом деле, много общего. И мы понимаем друг друга. Я, то есть, полуслова понимаю, что она говорит. Глаза у вас горят. Но самое ужасное, что у вашего друга тоже глаза. Они больше горят. Вы знаете? Филипп, а вы, Филипп, а вы скажете, что он больше вам не друг... Есть, честно, я тут сидел, он мне на бой-то пихает немножко. Со словами типа, если тебе нет, то я готов, да? А вы когда детей планируете? Как только, так сразу. Нет, нет, ну что значит, как только. Я думаю, что это зависит от того, какие у меня будут отношения, какой будет мужчина. Это очень много зависит от него. В контракте что написано? Можно рожать вам и дети? В контракте можно, вы знаете. Дело такое. Нет, там не запрещено. Там декретный отпуск, там все проплачивается. Ну, насколько я помню. А это неустойко если вдруг? В моем контракте прописано, что при наступлении беременности, мой контракт автоматически аннулируется, и я могу заниматься своим... А вот по моему контракту записано, что вы должны показать сюрприз. Я бы хотела Клива пригласить на белый танец. Субтитры создавал DimaTorzok сон она уже все висит на нем прямо как я не знаю мне казалось, что мы видели здесь я знаю, что она из своих мыслей там тренирует ой, какая она мелодия мужчины такие высокие это лица это лица спасибо 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 гуманоиды проходите в свою комнату казалось бы, ну что такого танцевали и танцевали, но глаз оторвать было от вас невозможно вы необыкновенные не буду я сейчас обсуждать то, сколько она там нервов помотала какой-то женщине бог с ней, это был их выбор всех наверное устраивало а я вот не вижу, вы прям дитё перед ней она уже такая сформировавшаяся я больше представляю мужчину взрослого вот даже того дядечку старенького зачем ну да, на самом деле я задумывался она взрослая просто либо она рано же не решила я на самом деле задумывался над этим потому что у нее были реакции девчачьи абсолютно и она смущалась танцуя с вами как девчонка и она пыталась вам понравиться она была в этом так очаровательна там было столько милоты не согласна не знаю но при всем при этом, да все-таки 49 лет возможно ей нравится мужчины постарше он взял ее напором тут дело даже не только в том какие мужчины нравятся мужчины иногда бывают очень напористые мне 20 лет было вы весь танец разговаривали как будто вы все вам не хватает и хватает друг друга у вас прекрасное соотношение возраста я считаю, что вы абсолютно тот самый ее Марс во Льве тот самый спортсмен активный, напористый мужчина огненный есть много общего я как бы это сейчас уже заметил и это большой плюс но только если все-таки ее выберут в качестве девушки Джеймса Бонда придется менять главного собственно главного героя потому что я думаю что Дэниел Крейг не дотянет ну если что я готов сыграть Джеймса Бонда с удовольствием на сцене театра имени Цурюпа Дэниел Крейг млекнет дотянем ну что Филипп не пропало желание познакомиться с третьей невестой ну на самом деле нет конечно потому что вот я увидел сейчас не рассуждайте просто проходите и знакомьтесь хорошо а а и Здравствуйте, Филипп. Меня зовут Ксения. Мы с тобой пока не знакомы. Я предлагаю это исправить. Очень приятно. Спасибо. Проходите. Ксения, 23 года. Тренер по фигурному катанию. Гордится разрядом кандидатов в мастера спорта. Мечтает о головокружительной спортивной карьере, предупреждает, что ее собака линяет круглый год. Пройдя стандартный набор испытаний для молодой семьи, Ксения поняла, что без мужа ей лучше, чем с ним. Надеется, что Филипп оградит ее от бытовых неурядиц. Какая вы молодая и ранняя. 23 года уже все успели. И замуж сходить, и ребенка родить. Да, вы знаете, я всегда мечтала о раннем браке, мечтала о ребенке, потому что передо мной всегда был эталон. Это моя мама с папой, которой 25 лет в браке. А где вы познакомились с ним? Ой, это все так забавно вышло. Мы в интернете познакомились. А где вы жили? Я жила в Кемерово. Это сибирский небольшой городок. Была там сто раз. Да. И я на тот момент, когда мы познакомились, я работала в клубе, танцевала. Го-го. Да, да. Ну, это было недолго, ровно год. Ну вот, первая я станцевала в Го-го. Мы уже прошли этот уровень, уже все хорошо. А когда он вам предложил в Москву переехать? Он в Москву мне предложил переехать. Он сначала приехал познакомиться с моими родителями. Ну, как бы попросить в мои руки, можно сказать. Но у меня на тот момент было 17 лет, поэтому родители меня не отпускали. И вы уже танцевали в клубе? Да. А фигурное катание где? И фигурное катание. Фигурное катание всю жизнь со мной. Значит, по ночам Го-го, а днем фигурное катание. Я не понимаю, чем родители думают? Я тоже не понимаю. Как принимаете это решение? Вы знаете, там у нас была школа. Прямо целая школа танцев. И где мы каждый день тоже занимались и учили разные направления танцевать. Послушайте, ну вот так честно между нами. Потому что цель этого танца вызвать желание и похоть у зрителей. А вы чего такая расписная? Можно посмотреть? Я вот тут сижу, разглядываю. У вас там собачка. Встаньте, пожалуйста. У вас прям все тело татуировано. А это кто у вас там? Ух, он бракон. А это ваша собака, собака. Да, это моя собака, да? А что на руке у вас? На руке коньки. Скажите, а родители вот как вот этой живописи на теле? А здесь имя сына. Мне кажется, он почему-то боится, и он как-то на нее особо не смотрит. Дорогая моя, родители против него или этого? Ну, нет, у меня родители, они как бы... Главное, чтобы мне нравилось. Конечно, мама мне сказала, что другого тела тебе, ну как бы, запасной кожи не будет. А родители-то зачем на ноге, не пойму никогда. Ну, это моя любимая собака. С лапами. Ларисюша, скажите, пожалуйста. Вот мне все-таки эту историю хочется дослушать. Он приехал, вас засватал. Он приехал, познакомились. Вам было 17 лет? Да, мне было 17, и родители... Ну, мне должно было исполниться 18 уже вот буквально там через месяц. Вам исполняется 18, и родители благословляют? Да, мои родители сказали, что вот ты доучись, первый курс, сдай экзамены, и поедешь на лето к нему отдохнуть. Ну, хорошо, я сдала, я досрочно все сдала, уехала, отдохнула. Ну, после чего вот приехала и забрала оставшиеся вещи, и уже уехала к нему. А родители не понимали, что вы могли отдохнуть в Москве и приехать уже с таким отдохнувшим трехмесячным животом, например? Ну, они прониклись к нему доверием, видимо, как-то, когда он приезжал. А он просил руку и сердце? Ну, он не просил, но он был настроен серьезно. То есть он хотел семью, потому что мужчина уже взрослый. Послушайте, вот когда мужчина серьезен, он говорит, дорогие родители, отдайте мне Ксюшку в жены. Это тогда серьезно. Ну, спустя недолгое время так и сказал. Просто, просто все эти разговоры. Вы поженились? Да. Родили ребенка? Да. Почему не вместе? Что случилось? Ну, как-то вот не сложилось. Мы расходились, пробовали еще раз сойтись, восстановить, но через полгода опять поняли, что все-таки чувства... Родители даже вам путевку в Италию, по-моему, купили, да, на двоих, чтобы вы съездили и отдохнули? Нет, они не купили ни на двоих, они купили только мне, они подарили ее, потому что я очень много работала, устала, приехала к ним, отдохнула сначала с ними, и они мне сказали, ну, полеги отдохнули. Ты живешь с ребенком? Нет, отдыхала в Италии, я одна. А ребенок где? А ребенок был с бабушками, с дедушками, там в Сибири. Не, ну вы вообще родители забалдели просто. А живешь сейчас с кем? Живу с ребенком здесь, в Москве. И развелись через сколько? Через 4,5 года после свадьбы. Еще ребенок. А зачем? А ему времени тоже нужно. Ну, я, кажется, не нужен мужчина такой, уже тоже, уже имеющий бывшую семейным каким-то укладом жизни. Который будет приходить, там, выходные. Вам 23 года, вы уже столько все пережили. Жалеете, что так рано начали... Нет, я не жалею. Нет? Нет. Меня все устраивает, у меня замечательный сын, но это опыт. Муж помогает? Да, помогает. Вот вы сейчас общаетесь, мне кажется, все-таки у вас еще, может, что-то не оконченное. Нет, вы знаете, уже, ну, третий раз уже не сходится. Но муж всегда будет больше рядом. Ну, все равно какое-то такое чувство есть, что, может быть, не все у них там закончено. А вы ревнивый? Ну, я ревнивый, да. Будет раздражать вот то, что муж помогает, всегда рядом, и это навсегда? Да нет, это может раздражать не будет, но просто должно быть все по-обоюдному, как бы. То есть, если что-то еще есть... У нас обоюдное желание, чтобы Ксения нам показала сюрприз? Да, конечно. Тогда давайте ее проводим переодеваться, а мы еще поболтаем. Проходите. А вам нравится вот до такой степени расписное тело? Потому что для многих приходят мужчины... Ну, вы мужчина, многие приходят и говорят, что принципиально, чтобы не было никаких татуировок на теле. Не, мне нравится, но мне в меру нравится, то есть это должно быть в правильном месте, в правильном размере. А у вас где татуировка? У меня на руках. Ну, мужчина, у него может быть везде татуировка, но мне кажется, женщине, собачке на ногах. А перед носом псина. Вообще, я просто поражаюсь над дальновидностью Ксении, скажу откровенно. Я столько раз меняла, при том, что я достаточно постоянный человек интереса в жизни, что татуировка или, например, интерес к собаке на своем теле, гравировать это, чтобы потом содержить коньки на руке, да. А послезавтра тебе понравится, не знаю, читать Шекспира и что? И что, да, 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 прямо мы будем там цитировать Шекспира. Филипп, покажите нам татуировку. Ну, давайте покажу. Поразвлекайте нас, чтобы она там переодевается. Так, ну вот, одна из них тоже... Ой, мячик! Мячик, да, то есть... А он что, с крыльями, что ли? Нет, с огнем. Давайте посмотрим сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ну вот, сейчас посмотрят на тебя сразу на роли, как захочет кататься. Сразу пойдет в магазин за обувью. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, прекрасная Ксения. Молодец. Бывает, что девушки проживают какую-то очень тяжелую жизнь. И все складывается к тому, чтобы рано выйти замуж, родить ребенка. Там что-то такое не получилось. А есть просто блажь. Вот Ксения в ее случае, она просто блажила с подачей своих собственных родителей, с их согласия. Вольная жизнь практически с подросткового возраста. Нужно отвечать. Вот нужно в зрелом возрасте понимать, чтобы своим детям потом сказать, ребят, посмотрите на меня, нельзя всему свое время. Нельзя в 17 лет танцевать гоу-гоу, или там что-то будет еще рано выходить замуж, уезжать, не пойми куда, на каникулы потом рожать, потому что могут быть такие последствия. Но нельзя, человек должен задумываться. Ксении всего 23 года. 23. Ну да, уже опыт очень много. У нее уже 4,5 года ребенку. Не все гладко, да. Хорошие парни, которые нравятся, будут смотреть на других девчонок. И Ксения должна это понимать. Да, я соглашусь, наверное, но все равно мне очень понравилось, как она... Она понравилась всем. Да, она мне понравилась очень внешне. Но вы к ней не зайдете в комнату, поэтому хватит сидеть здесь заливать нам и врать. Понимаешь, Елейбин. Я вам не буду. Для чего? А нужно говорить правду, для того, чтобы Ксения сейчас услышала в своей комнате правду в свой адрес, почему вы такой распрекрасный, к ней не пойдете. Потому что ей 23 года, она разведенка и у нее ребенок. Вот и все. Они говорят, нет, она прекрасна. Нет, я толерантен в ней. Ну так идите тогда и воспитывайте ее ребенка. Что я имею в виду? То, что она очень хорошая девушка, но возможно... Только в чем? Что такого вы в ней хорошего, прекрасного увидели? Ну, в плане фигурного катания мне нравится. Замечательно. 6-0, 6-0. Она делает добро, тренируя людей. Хорошо. Ребят, давайте так. У нас программа называется не «Минута славы», а «Давай поженимся». И у нас даже зрители, и все понимать, почему в эту комнату, а не в эту. Вот и все. Это все там чувствовало. Не знаю. Сначала волнение, потом вроде так поспокойнее. Ну, он так смотрел, прям, знаешь, заинтересован. Ну, я не думаю, что он прям заинтересовался. Все-таки ребенок для него, это сложно сейчас. Ну, да. Меня, Ксения, удивила, признаюсь честно. Тельцы люди земные, и я бы ожидала от нее, уже после такой встряски юношеской, правильной расстановки приоритетов. Когда, извините меня, татуировка собаки рядом с именем сына, но все-таки это разные по значимости вещи. Извините меня. Нет, есть все одинаковое любовь. Это разные по значимости вещи. Меня это удивляет. Меня удивляет, что несмотря на то, что есть ребенок, основное требование, главное, чтобы он обо мне заботился. Ну, хочется верить, что за этим идет слэш и о моем ребенке, но почему-то это не звучит никак. То есть я делаю из этого вывод, что она заинтересована в себе, чистый эгоизм пока, и все, что я вижу. И родители это подогревали. И, к сожалению, даже драматическая ситуация с тем, что ребенок остался без отца на текущий момент времени, она никаким образом, ну, вот не осталась в голове, не зафиксировалась. Она еще пока мала для брака, вот на мой взгляд. А потому что ей никто не помогает осознать. Не родители, которые продолжают опекать, помогать, без того, чтобы ремня всыпать. Они говорят, тебе бы в Италию хорошо бы съездить, отдохнуть одной. Мы пока с ребенком посидим. Я просто скажу с ума, что происходит. Ну, ребята, советуйтесь, к кому вы пойдете. А пока реклама, оставайтесь с нами. Ну и что, решили? Да, я посоветовал своим другом. Андрей, вы кого рекомендовали? Надежду. Я хорошо выключусь. Прекрасно. Я нормально ничего не вылучшаю. Это судьбоносный день, мы это знали еще с вчерашнего. Вы, конечно, Филипп, еще пацан просто. Вот в подростковый период. Ну, не мужчины изнутри. Жену надо на будущее брать. Надя это, ну, друг другом. А вот Жанна, когда мы сейчас за тридцатник, вот вы поймете, о чем я говорю. Жанна женщина-женщина. В общем-то. И сладкая, и во всех остальных отношениях. Она такая сформировавшаяся уже. Ну, не знаю. Я, во-первых, не видела никогда, что общие интересы игра в баскетбол или какой-то другой вид спорта объединяла бы семью. Там немножко другие интересы, особенно у мужчин. Ну, не знаю. Я бы Жанну рекомендовала. Как бы долгосрочно. Мне тоже Жанна очень понравилась. И она уже жена внутренняя. Она сформировалась, она готова. Секси, она вообще прямо. Я тут с тобой, Роза Махачевна. А если еще будет Олимпиаду выигрывать? Глаз не загорелся у Филиппа. Есть еще психотип, сексуальный тип. Филипп остался равнодушен к ее прелестям. Но у Андрея загорелся глаз на Жанну не меньше, чем у Филиппа на Надежду. Поэтому сегодня, может быть, две пары у нас сформируются. Уже была такая практика. Ну, еще он тебе понравился? Конечно, да. Что, выйдешь? Да, обязательно выйду. Я у него глаза... Я тебя прямо вытолкнула. Я даже смотреть не могла, у меня глаза бегали, но главное, чтобы не ему смотреть. А что звезды, Василиса? А звезды говорят, что у Надежды огненный Марс, у вас огненная Венера. Каждому из вас подошел бы партнер-спортсмен. Поэтому, на мой взгляд, здесь выбор очевиден. Я очень хочу верить, что вы не передумаете, пока вы идете к двери Надежды. Все-таки зайдете в нее. И очень хочу верить, что когда-нибудь вы попадете в кольца в ЗАГСе, так же, как попадаете в кольца в спортивном зале. Конечно, Надежда. Все рекомендовали Надежду. Выбор за вами, парни. Мы в любом случае вас поддержим. Проходите. Хорошо. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Ольга, 25 лет, номер 3424. Бухгалтер, предпочитает активный отдых и пять раз в неделю посещает спортивный зал. Мечтает стать менеджером в туристической фирме. Познакомится с веселым блондином, который разделит ее увлечение спортом. Ренат, 34 года, номер 3425. Специалист по рекламе. В свободное время играет на скрипке и ходит на балет. Знакомится с доброй и романтичной девушкой, которой он подарит свою заботу и тепло. Мы не знаем, выйдет Филипп один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и его поддержать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я, конечно, чувствовала. Пойдем. Спасибо, ребята. Вот у нас сложилась такая прекрасная пара. Филипп и Надежда. Если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-симейнгерой на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Одиночество достало. Ну, вообще, конечно, тяжело без мужчины. Ты далеко, где-то там за простых извини. Я сказала, я с женатым, ну, как бы не буду встречаться. Он быстренько развелся. Ну, может, ты обед там, ну, как бы начнешь делать? Мам, папа, идите в кино, потому что сегодня ко мне Люся придет с ночевкой. И куда она там ушла, поди, знай. Призрач на все, между пол, призрач на все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Продолжение следует...